всем привет друзья итак сегодня у меня план следующий сегодня я решил все таки наверное приобрести палатку матрасик и спальный мешок то есть ну хотя бы вот по крайней мере на сегодня у меня такая цель я не знаю надо будет куда-нибудь сгонять в магазин посмотреть в оффлайне вообще что есть пощупать а потом может быть заказать такой же в интернете ну если может быть сделаю предложение какой хорошим уж куплю в магазине хотя в магазинах цены на одни и те же товары блядь ну сами знаете немножко дороговаты я почему так решил что надо делать уже сейчас потому что потом потом просто неохота этим заморачиваться знаете когда уже будет будет мотоцикл будут права хотелось бы чтобы это все просто базовый набор у меня уже был так скажем что пока покидать в сумку и куда-нибудь ну то есть не не куда-нибудь а конкретно в сторону фленсбурга хочу к дочке съездить не знаю все будет зашибись посмотрим так друзья сейчас у нас пока еще утро я перед тем как ехать куда-то решил смонтировать небольшой видосик для своего второго канала можете видеть я сейчас вмонтирую ссылочку на этот видосик я дам вам в описании ну кому интересно можете зайти посмотреть я ну не хотел этот видос на этот канал заливать потому что немножко ну вообще неформатный ладно я сейчас домонтирую этот видос потом потом наверное поеду может куда-нибудь посмотрю палатки пощупаю а то знаете на картинках блять непонятно вроде как красиво и все хотя вот знаете что я больше всего боюсь сейчас ехать в оффлайн магазин это то что я увижу какую-нибудь обалденную палатку например и она мне понравится сука я ее куплю и стоит она будет сука дорого я вот не знаю с одной стороны по как бы для начала может быть имеет смысл купить какую-нибудь недорогую палатку вообще попробовать моё это или не моё а с другой стороны если я куплю сейчас какую-то недорогую палатку и потом вот войду во вкус вот вот в это все дело путешествие все и потом купить еще одну палатку дорогую то есть отдать два раза день вот как тут поступить пока вот не знаю поедем сейчас магазин посмотрим палатки вообще какие они есть каких размеров бывают чтобы так немножко ориентироваться чем мне надо так шлем у меня сейчас сидит как-то так поплотнее стал у меня есть такая штука щечки надуваются когда живешь много поэтому как бы соответственно сидит плотно так ну-ка камера пишет пишет за и ну смысле замечательно да сейчас облегчил немножко массу своего скутера выкинул из его аккумулятор возил несколько месяцев вот здесь под сиденьем на хрена спрашивается так завелся он из пол оборота замечательно пусть немножко прогреется так помните я вам говорил что думал что у меня там супер болтается оказывается бренчит не супер супер я подтянул нормально только вот я не могу понять чё сука в нем бренчит видишь вот реально бренчит я уж думал может быть это центральная подножка где-то блять стучит бьется да вроде нет ну-ка ну-ка вот я глянем томс заглох в принципе на непонятно по ходу дела до для члемом чекнул по ходу дела действительно подножка бьется так ладно под коленку вот она по ходу дела и фига на как стерлась и не монокочках вот такой бренчит и все нафига вот эта резинка тут непонятно она даже никуда не упирается надо будет попробовать подложить туда чего-нибудь типа наблюдать как она будет ладно проведем эксперимент потом а вот вот но и там это 2 в это а и ребята чудо нет ничего не понравилось выбор маленький одна палатка там была из ценовой категории которая мне в принципе более-менее подходит но она какая-то не айс выглядит уж больно простенькая на амазоне смотрел аналогичные палатки там стоит около 40 евро здесь она стоит короче оффлайн магазины с онлайновский вообще конкурировать не могут и в состоянии я вообще зачаровался в этих магазинах вот реально там магазин вроде специализированный смотреть вообще короче друзья что-то у меня сегодня с палаткой не получилось я сейчас посмотрел в интернете но есть у меня там кое-какие варианты которые можно рассмотреть в качестве покупки в общем сейчас я решил сделать сейчас я решил сгонять в луис но сначала я пахала точнее покушаю культурно выражаясь если и поеду в луис гоняю посмотрю там сумку вот такую сейчас я вам покажу видно будет нет на мониторе вот такие вот сумки они есть 30 литров сейчас чтобы не спиздеть вам так глянуть источник на 30 50 и 75 литров объемом ценник у них в копейке 13 евро они вообще воды неубиваемые точнее водонепромокаемые короче куплю посмотрю ну и думаю может быть даже обзорчик сделаю короче пацаны ездил я сейчас в луис и все-таки купила себе сейчас эту сумку который я вам говорил перед тем как туда уехать вот так она выглядит как вы можете видеть да но она сейчас запечатанная запакованы поэтому оценить ее честно сказать сложно поэтому я сейчас и сменю ракурс камерой распакую и покажу вам на что это похоже запихаю туда пару подушек ну так чтобы посмотреть ее объем и в общем сейчас сами все увидите давайте итак ребята сейчас покажу вам то что я купил любил лишнее здесь в общем выглядит эта сумочка вот так сейчас покажу ее размере рулеточкой тут вот получается вот так это 40 сантиметров но это пофигу это сейчас не самое главное давайте раскроем почему я взял именно такую сумку я не знаю я не люблю кофе они мне как-то ну не смотрятся что ли так что тут есть во вовремя сумчища сумчища так сумчища знатный сумка знатный сейчас мы расправим сумка должна быть вроде как водонепроницаемой то есть луис обещают что с этой сумкой можно будет плавать так непонятно сейчас секунду ребят ногой там утрамбуем обалдеть то есть мне почти по пояс так вот такая она выглядит огромная сумка да ясен хер что ее нужно сворачивать то есть как она сворачивается как-то так да вроде вот по этой полоске то есть ее вот так вот делаем несколько раз то есть можно в принципе размер регулировать вот этой фигней а потом вот этот пельмень вот так вот застегивается и вот так она получается то есть потом ее крепим скажем к багажнику и нормально в принципе я думаю палатка туда вместится спальник вместится матрасик вместится еще какой-то барахлишко и все принципе вот классно че еще надо надо место побольше раз развернул немножко вот так вот опять запельменил ее все еще больше ну сейчас она пустая конечно стрёмно выглядит надо будет запихнуть туда чего-нибудь мы сейчас подушки туда захерачу чтобы как-то объем был ну-ка вот у меня такие три подушки есть питаем что это палатка спальник и матрасик кладем первую подушку палатку были теперь кладем спальник так все уместилось ништяк ну и допустим вот у нас еще вот так что-нибудь там принципе еще место есть да вот 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 конечно воздух сначала страбливать немножко да а потом у классно ребята я доволен этой сумкой теперь берем этот пельмень так раз все офигеть пол надо помыть жесть все супер хочешь так хочешь как хочешь так на короче ребята сумка вообще обалдеть то есть туда реально поможет поместиться все и палатка и спальник и матрасик и даже более чем можно принципе еще взять одну потом 75 литров ну так на всякий случай чтобы было она намного больше 75 литров она в диаметре побольше так что в нее может еще больше поместиться блять самый охуенный в этой сумке это ее цена я отдал 13 евро за эту сумку обалдеть это считает даром это не это не реклама ребят у меня на данный момент с луисом нет никаких партнерок ничего хотя партнерка дело интересно надо подумать так вот вывалить из нее ремешки на ремешки конечно такие так себе хиленькие он чё тут чисто для проформы чтобы были конечно надо будет купить что-то такое знатное здравое ладно ребята спасибо за просмотр понравился ролик ставьте лайки не понравился дизлайки ну ладно всем пока